Доброе утро дорогие друзья! Приветствую вас на интерстриме трейдеров Utrade TV. Меня зовут Игорь Суздальцев и мы начинаем программу торговый план за сегодня 30 апреля 2018 года понедельник. Напомню, что неделя праздничная. На этой неделе мы отдыхаем завтра во вторник 1 мая. Все остальные дни, естественно, у нас торговые, потому что остальные дни работает и Форекс и Московская биржа. Давайте посмотрим, как мы завершили свою рабочую неделю в пятницу и давайте подумаем, что нам делать сегодня. Биткоин, коллеги, сегодня попытался уйти наверх, но подснижается. Также в районе 9200 за один биткоин мы танцуем, причем танцуем уже не первый день. Чуть вверх, чуть вниз. Но нет, решительного пробоя пока нет. Ждем его. Напоминаю, что это отметка по уровням ФИБО 61,8. Чтобы уйти на середину, на критически важные отметки для тренда, конечно, нужно еще очень и очень долгий путь пройти. Поэтому мы в этом узком коридоре стоим, ждем, смотрим. Неопределенность. Эфириум классик чуть-чуть вверх, но решил подспуститься. Просто эфириум, друзья, это. Лайткоин чуть подснижается. Эфириум классик чуть растет, а с утра проходил получше, друзья. С утра был получше. Он не так же где-то, где открылся сегодня, там же и стоит. Zcash чуть снижается. Dash чуть снижается. Манера посерьезнее снижается, я хочу сказать, такое поглубже движение. Таким образом, чуть-чуть смотрит все вниз сегодня, в том числе биткоин. Такого времени для подвига сегодня особого я не вижу. Очень интересная ситуация развивается на рынке нефти WTI. Видим с утра серьезный пробой. В пятницу тоже закрыли в минус. Мы постоянно, практически каждый день, последние 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 торговых сессий протыкаем отметку 67.67, но ни разу ниже нее не закрепились, не закрылись. Поэтому будем смотреть внимательно сегодня. Сказать вам продавайте, но тоже может быть обманка, конечно. Может быть обманка. Ну, 2 часа, причем это только началось на прошлом часе, глубокое такое движение. Смотрите, может быть стоит постоять вниз. На мой взгляд, смотрит вниз. Все-таки сезонный фактор берет свое. Это уже июньский фьючерс мы торгуем. Да, июньский посмотрел специально для вас. Точно так же мы торгуем июньский фьючерс и индекс доллара. Посмотрите, что было в пятницу. Глубокий проход наверх, шпиль показали и резко вниз. Мы об этом говорили, что может быть после обеда снижение, закрытие недели. Почему? Потому что неделя была очень высокая. Посмотрите, неделя индекса доллара прошлой недели. И когда мы здесь были с утра на хаях, я говорил о том, что эффект пятницы может сработать после обеда, потому что все-таки необычно высокая была свеча. Ну, так и произошло. Коллеги, рынок не обманешь. С 3 часов, с 15.00 по Москве началось снижение. Ну, вот сейчас мы двигаемся с вами в боковике. Куда выйдем? Сейчас по индексу доллара, поэтому по валютам день неопределенный, коллеги. Куда выйдем? А выйти можем и вверх, и вниз. На часовом графике советую внимательно наблюдать за индексом доллара. Тем более, что посмотрите внимательно. Почему, кстати говоря, опасно покупать доллар? Потому что, посмотрите, проход, какая свечка была мощная. И нарисовали голову, плечи в пятницу мы. И сейчас идем в боковике. То есть, это голова, плечи на выкуп большой этой свечи на уровень 90-90. Запросто может быть. А это все-таки, я извиняюсь, 40 центов. Это большие деньги. То есть, интрига дня. Пойдем ли мы выкупать вот эту большую свечу? Вернее, продавать. Продавать эту большую свечу. На мой взгляд, вполне голова, плечи американцев пока нет, естественно. Но европейская сессия вполне может попробовать. Ну, то есть, не будем даже строить, так сказать, планы. Что это будет? Какой-то широкий боковик или движение вниз, чтобы продать вот эту, распадать эту свечу. Будем смотреть. Здесь я предлагаю просто не мудруствовать, смотреть, куда пойдет, туда и двигаться. Евро-доллар, соответственно, с таким же шпилем идет наверх, отбивается. Здесь посмотрите, как все технично получилось. Прямо ровно ударили мы в нижнюю границу нисходящего тренда и сейчас пытаемся отбиться. Вполне выглядит разумно и объяснимо. А вот фунтика не верит во все это. Он пробил восходящий тренд вниз и устремляется вниз. Такое впечатление, что в падение индекса доллара фунтик не верит. Доллар иена растет. Доллар франк растет. Доллар канадец растет. Австралийский доллар снижается. Новозеландский снижается. Золото снижается. И серебро снижается. Коллеги, такое впечатление, что ждут индекса доллара все-таки наверх. Один только еврик держится в положительной зоне. И то, посмотрите, уже практически просел. Поэтому и как раз под наши слова индекс доллара пытается уйти выше. На минутном графике давайте посмотрим. Друзья, индекс доллара уходит наверх, хочет уйти наверх. Если это не замануха, то пытаются, пытаются они развернуть все наверх. И сегодня. То есть, таким образом, будем стремиться в этой логике повторению хаев. Закрытие где-то на уровне девяносто один шестьдесят шесть. Смотрим внимательно. Доллар не хочет сдаваться. Прям такими импульсами. Дув, дув. И когда он пройдет, пробьет все наверх, непонятно. Глобальные новости, коллеги. Глобальных новостей немного. Достаточно спокойный день сегодня. Но без России, понятно, не обошлось. Таймс сообщает, что в британских заморских территориях россияне хранят 34 миллиарда фунтов. И говорят, что они раскроют имена всех этих бизнесменов из России. Это серьезная сумма. В Британии действительно много офшоров. Если она сейчас уберет оттуда все данные, это будет очень интересно. Они уже заикались на эту тему на прошлой неделе. Но вот ждем с огромным интересом. Далее. СМИ Сирии сообщили, что совершен вражеский ракетный удар по военным базам армии Сирии. Но не указано кем. А вот некоторые СМИ пишут, что это могут быть и просто пожары на складе боеприпасов, которые удобно объяснить агрессии чьей-то. Но смотрим в течение дня. Две базы в Хаме и Алеппо горят. Взрывается там все военные склады. Если пожар – это одно, а если это агрессия, то, естественно, чья – это важно. И на курсе доллара может повлиять очень сильно на курс доллара относительно всех валют. Друзья, в Северной Корее мы видим удивительная какая-то, так сказать, тяга к сближению с Южной Кореей. Уже и свои испытательные центры ядерные они закрывают. И даже вот сегодня такой символический знак, я вижу новость, что с 5 мая стрелки часов переведут жители КНДР на 30 минут вперед, чтобы совпадать по времени с Южной Кореей по вертикали. У них было разное время, сейчас сводят воедино. То есть, чего-то Ким Чен Ын сильно испугался, это понятно. Далее, коллеги. Голдман Сакс говорит, что австралийский доллар падает и упадет до курса 0.72. А что у нас сейчас на курсе на текущем? 0.75.50. 350 пипсов, они видят движение вниз. Голдман Сакс. Может, людей заманывают, друзья. Может, заманывают просто. Не верю ни во что. Будьте человечество, будь бдительна. Далее, коллеги, российские новости. Убыток Внешэкономбанка очень сильно вырос за прошедший год в 2,6 раза. Это антирекорд по убытку 287 миллиардов причины дорезервирования по плохим кредитам и снижения помощи от государства. Да, коллеги, это серьезный знак. Значит, денег нет вообще. Если Российская Федерация уже даже Внешэкономбанк недофинансирует в полной мере, понятно, что денег нет совсем. Далее, коллеги. В России нет денег на будущие пенсии, сообщает газета «Ведомости». Ну, как бы это не новость, но большая аналитика здесь идет на эту тему. Ну и следующая новость, понятно, объяснима. Дмитрий Медведев, глава Кабинета министров, говорит, что правительство находится на пороге обсуждения повышения пенсионного возраста. Ну вот, говорят, с экономикой все нормально, пенсионный возраст повышаем, потому что нет денег, это понятно. В этой ситуации, естественно, пытаются заработать или придумали так. Жестко очень объявили о том, что будет жесткий контроль на таможне в майские праздники. Будут очень жестко проверять соблюдение норм. Напомню всем нормы, если кто-то за любую границу собирается выезжать, эти нормы, потому что будут и штрафы, да и наручники могут одеть по действующему законодательству. Значит, правила такие сейчас. Без декларации и уплаты таможенных сборов на самолете через границу можно везти промышленные товары, включая ювелирные изделия, на сумму не более 10 тысяч евро, общим весом до 50 килограмм на человека. Въезжая в страну на автомобиль или поезде, вы обязаны декларировать все, что дороже полутора тысяч евро. Возная пошлина в обоих случаях составит 30% отчасти суммы, превышающей эти нормы, но не менее 4 евро за 1 килограмм лишнего веса товара. Вот так вот вам серьезные бабки служите. Поэтому сидите лучше дома, не катайтесь с ними. Друзья, будет митинг 26 апреля в Москве. Столичные власти согласовали против блокировки Телеграм. Такой митинг пройдет в 14.00 на проспекте Сахарова. Заявлено 5000 человек, акцию организует Либертарианская партия России. Видите, кто за свободу борется в России? Либертарианцы. Напомню всем, что в связи с тем, что блокируют Телеграм, много чего заблокировано. Ютуб на выходных все жалуются, то в одном городе, то в другом упадает и так далее. У меня такое впечатление, что будут до конца добивать и Телеграм, а попутно такое впечатление, что все соцсети хотят подрубить. Видимо, недовольны, недовольны тем, что там публикуется. Ну вот посмотрим, сколько человек сегодня придет на митинг. Сегодня формально, коллеги, в стране праздник. Работает Ютроид ТВ и еще немного кто. Ну, Московская биржа в том числе. Далее, коллеги, 60 лет исполнилось одной из самых красивых женщин нашего времени. Ее зовут Мишель Файфер. Мишель, поздравляем. 90-е годы. Она была просто богиня, друзья. Вот она в фильме «Один прекрасный день» 96-го года, 22 года назад. Что-то какой-то аквариум, что-то с детьми там они ругаются и так далее. Так что, Мишель, поздравляем. Счастья, удачи, здоровья. Мы вас помним, любим. Хотя, конечно, время берет свое, но изумительной, изумительной красоты женщина была. Далее, коллеги. Напомню, что я выступал на конференции Роспатента в пятницу. Очень интересно, много таких интересных моментов. Я о них подробнее расскажу в 14.00. Но скажу, что впервые была представлена частная точка зрения частных компаний, либеральная точка зрения, потому что в основном там, конечно, речь идет о государственных патентах. Больше того, даже было выступление, которое мы в два часа подробно обсудим, выступление на тему, что управление интеллектуальной собственностью – это не рыночный инструмент. Как это? А патенты, а товарные знаки. И официальная позиция одного из уважаемых из спикеров. Мы посмотрим. Я вырежу этот кусочек, посмотрим. Взялась вот к этому. Еще раз повторю, управление интеллектуальной собственностью – это не рыночный инструмент. То есть вообще неожиданно, согласитесь. И это лейтмотив всей конференции. То, что дали мне в этой ситуации слово, ну, конечно, даже несколько удивительно, потому что это было выступление прямо, так сказать, противоположное всем, которые были. Коллеги, поскольку не все посмотрели, там пять минут, я хочу включить, показать его в эфире. Это важно. Почему? Потому что это касается патента Utrade TV, патента на интерстрим. Это прямо может повлиять на Utrade TV, поскольку мы готовы стартовать. У нас есть много разных изобретений, которые мы готовы внедрять. И нас держит только патент, поскольку мы не можем привлечь инвестиции. О каких изобретениях идет речь? Коротко. Например, мы готовы вещать трансляцию 360 градусов. То есть можете цеплять на экранчике, так сказать, в любом месте экранчика цеплять и вертеть на 360 градусов всех, так сказать, смотреть, кто участвует в процессе. То же самое можно делать на смартфоне. Просто так выводить из стороны в сторону, и будет меняться картинка. Уходить в ту сторону, куда идет смартфон. На очках виртуальной реальности это все можно делать. Больше того, давно готовы роботы, которые могут ездить по коридорам, по улицам с камерами и вещать на нас, на сюда. Больше того, этим роботом можете управлять вы, зрители. На экране цеплять робота и везти его туда, куда вы хотите, чтобы посмотреть картинку. Все это давно готовы, уже год, наверное, да. Но не можем, не можем, так сказать. Мы готовы вообще стать картинкой нового поколения и, скажем так, способом вещания нового поколения. Но пока вот никак, никак не можем это все пробиться. Ну вот посмотрите, каким было мое выступление. Обратите внимание. Алешка пишет, на всех роботов не хватит. Нет, пока один работает, там один человек в одно время цепляет робота и везет. Значит, давайте посмотрим, что мне дали сказать. Обратите внимание, слева от меня сидит один из специалистов в патентном деле. У него частная компания. И он как бы развивает патентное дело, продает. Он тоже из частного бизнеса. Он такой, скажем так, при официальной структуре, он все-таки, ну, так сказать, больше ориентирован на те возможности, которые есть реально. Скажем так, он, ну, скажем, когда, допустим, какая-то государственная или частная компания или физическое лицо хочет что-то куда-то подвинуть, он работает активно в этом направлении. Ну, как бы, что-то получается, что-то нет, но в любом случае человек работает в этом направлении. А напротив нас сидели госкомпании. И вот, когда вы послушайте, когда я буду говорить о результатах, достижениях компании Apple, как, так сказать, он реагирует. Такой эмоционально энергичный человек. Все, коллеги, давайте посмотрим мое выступление на конференции Роспатента 27 апреля. Там пять минут, я думаю, будет интересно. Во всяком случае, я думаю, что это первое такое выступление вообще за всю историю конференции Роспатента. Юлия Валерьевна, и сейчас я бы хотела предоставить слово Суздальцеву Игорю Николаевичу, который нам расскажет о таком предмете, как востребованность интеллектуальной собственности в условиях постиндустриальной цифровой экономики, и о специфике обращения с интеллектуальной собственностью в эту эпоху. Спасибо большое. Коллеги, добрый день. На самом деле, я хотел бы от лица частного бизнеса высказать точку зрения на одну из очень актуальных проблем. Одна из них, естественно, потому что в связи с переходом к цифровой экономике в сфере интеллектуальной собственности между частным бизнесом и государством возникло много проблем. Это мы все знаем. И, естественно, наша задача – искать пути ее решения. Вот один из таких путей решения я и хочу предложить сегодня. Начну с примера. Вице-премьер правительства России Аркадий Владимирович Дворкович 2 апреля выступил, сказал, что, цитирую, «Период монополии на результаты интеллектуального труда сокращается. Многие компании отказываются от нее, так как темпы появления новых продуктов не оставляют достаточного времени, чтобы заработать на предыдущих разработках». Конец цитаты. Эта тема в бизнесе, внутри бизнеса активно развивается, так сказать, и обсуждается эта тема. Почему? Потому что многие говорят, а давайте быстро производить, продавать, потом разберемся, что вы с этой ерундой, так сказать, к нам пристаете. Это есть такая большая группа людей. И то, что это звучит от государственных органов, это немножко даже как-то удивляет меня и ослабляет позиции внутри компании. Поэтому я хочу эту тему осветить и предложить путь решения, как я уже сказал. С одной стороны, мы все согласны, что рост темпов появления новых продуктов налицо. Но с другой стороны, нельзя согласиться, что период монополии на результаты интеллектуальной деятельности сокращается. Нет. И что поэтому кто-то отказывается от этой монополии, тоже нельзя согласиться. На самом деле, тут проблема совсем в другом. Приоритетом в патентовании в бизнесе сейчас являются не продукты, которые действительно быстро устаревают, а способы. И вот почему это лучше с точки зрения бизнеса. Во-первых, понятие способ шире понятия продукт, поэтому патентная охрана способа надежнее. При этом один способ может быть применен в нескольких продуктах. Например, сегодня в широком вещании способ интерстримного вещания уже реализован в совершенно разных продуктах, таких как Utrade TV и Новости АЭС. И обойти этот способ гораздо труднее, чем продукт, потому что современный уровень технологий позволяет реализовать один способ несколькими разными путями. Второе глобальное преимущество способа заключается в том, что жизненный цикл способа гораздо дольше продукта. Например, в коммуникационном бизнесе, ну а я представляю информационно-коммуникационную технологию, название компании КТ-менеджмент сразу меня выдает. И примеры, естественно, привожу из того бизнеса, в котором сам вижу это все ярко. И могу сказать, что на рынке, на нашем коммуникационном, средний срок жизни продукта 3-5 лет, а способы могут жить и 10, и 20 лет. Это значительная разница, поэтому тезис о том, что сокращается период монополии, нельзя. У продукта – да, но в этом и суть перехода, переключения тумблера в голове с индустриальной экономики на постиндустриальную. Это означает переключение с продукта на способ. Коснусь также той темы, что какие-то компании отказываются от монополии на результаты индивидуального труда. Я не вижу, не могу привести ни одного такого примера. Наоборот, из того, что я вижу, конкуренция резко нарастает. Например, я посмотрел на сайте американского патентного ведомства, сколько заявок сделала самая дорогая компания мира, это Apple Incorporated. В этом году было сделано 14 355 заявок. Получается, что сотрудники Apple делают в среднем 844 заявки в год или по 3 заявки каждый рабочий день на протяжении 17 лет. Такая патентная политика Apple – это, конечно, не отказ от монополии, это битва за монополию, которую мы, кстати, пока, к сожалению, проигрываем. Поэтому неудивительно, что рыночная стоимость одной американской компании Apple сегодня выше, чем капитализация всего фондового рынка России, включая акции «Газпрома» и «Роснефти». При этом, повторю, одна из главных причин такого неправильного положения дел заключается в том, что переход приоритета в современном патентовании с устройства продукта на конфигурацию устройств, то есть способ, осознан далеко не всеми. Поэтому сегодня я хочу обратиться к руководству Роспатента с просьбой убедить экспертов ФИПС смелее выдавать патенты на технические решения, относящиеся к способу. Спасибо. Спасибо большое, Игорь Николаевич. Все, коллеги, возвращаемся в эфир. Мы сказали, что просмотрят, так сказать, нашу идею обязательно, и, так сказать, может быть, какие-то выводы действительно последуют. Ну, здорово, здорово, нами выступили, еще раз говорю, впервые озвучить тему, что, честно говоря, вообще не то патентуется. 99% делается не так, как надо, и даже не знаю, зачем делается. Я многое послушал, многое увидел, что мы на пару шагов, ведь на 10, впереди очень многие, практически всех. Поэтому я понимаю их, они впервые это видят, такой патент, и, конечно, им так трудновато все это воспринять. Ну, ничего, вот первый шаг, первый диалог, культурный шаг уже состоялся, думаю, дальше должно быть как бы уже получше и поинтереснее. Смотрим дальше. Все, коллеги, давайте посмотрим, что у нас на, что нам говорит монета. Значит, в пятницу она по нефти WTI показала селл, селл состоялся, давайте спросим у нее, что же у нас в конце-то сегодня ждет. У монеты в две стороны байселл, бросаем, смотрим, селл опять видит монета сегодня. Вот соглашусь, мне кажется, вполне может быть сегодня селл, потому что серьезный уровень пробили, и пока возвращаться назад не собираемся. Глобальные новости в макроэкономике. Праздники сегодня в Японии, Украине, Китае, в России, естественно, тоже, я напоминаю, формально праздник, да. Вижу, что день у нас в информационном плане не очень насыщенный, но в то же время, кое-что есть, в 10.30 выступает глава Республиканского банка Австралии Лоуи, Австралий сможет дернуться куда-либо. И встреча министров финансов ЕС может повлиять на евро, друзья. Мы его не смотрим, не отслеживаем этот показатель, но будьте бдительны. Индикаторы 15 лиц, базовые индексы дохода физических лиц, это, пожалуйста, кто отсматривает, тоже можно посмотреть. Подводим итоги, коллеги. Индекс доллара. Опа, пока мы с вами обсуждали, он уже пробился наверх 91.39. И такое впечатление, что он подтянет картинку наверх, коллеги. Поэтому не ВИА и еврик уже раздумывался, да, ну все понятно. Судя по всему, неделя откроется ростом евро, а ростом индекса доллара все остальное подсядет, в том числе нефть, в том числе биткоин. Сегодня доллар собирается доминировать. Для понедельника это не характерно, но картина утренняя, доминация доллара, поэтому покупка доллара в любых вариантах, в отношении любых инструментов, в отношении каких выгоднее, могут рассказать наши спикеры. Но покупка доллара сегодня явно видит как такая доминанта, как основной тренд. Спасибо, друзья. Всем удачи. Встречаемся в среду, 2 мая. Завтра, 1 мая, выходной. Всех с наступающим праздником.